Сыктывкарское лесничество открыло традиционный елочный сезон. Жители Сыктывкара могут самостоятельно выехать в лес и выбрать для себя новогоднюю красавицу. Предложение актуальное, ведь елочных базаров в столице пока нет. На аукцион местного лесничества не заявился ни один предприниматель. Таисия Шляхтина выяснила, как получить на праздники живую елку. Лесничий Денис Чеусов приезжает на участок заготовки елей в этом году уже не первый раз. Сегодня, чтобы установить вот эти указатели. Рубка деревьев без разрешения запрещена. За нарушение солидный штраф. А если сумма ущерба превысит 5000 рублей, то возможно и уголовное наказание. На этой точке перед Новым годом что вы должны сделать? Осуществлять проверку. Смотреть, чтобы люди не заходили за территорию, за спелый лес. Спелый лес это уже большие насаждения. Если лесонарушение совершено, то мне надо уже оформлять протокол и ехать уже с полицией сюда. Место вырубки елей просека длиной в 400 метров. Здесь столичное лесничество заготавливает лесных красавиц уже три года. Поэтому сейчас товарных деревьев почти не осталось. Впрочем, даже то, что есть, продавать некому. В этом году на аукцион по организации елочных базаров не заявился ни один предприниматель. Либо считают, что нет подгородным Сыктывкаром елей, которые возможно продать, скажем так, по высоким ценам. Либо уже где-то заготавливают на периферии, то есть в районах. Потому что в районах, насколько я знаю, аукционы прошли. Но у жителей Сыктывкара возможность принести домой живую елку на Новый год по-прежнему есть. Правда, рубить дерево и везти его с делянки придется самостоятельно. Для этого необходимо заключить договор купли-продажи непосредственно при обращении в лесничество. Человек должен подойти к нам с паспортом, написать заявление на заключение в договору купли-продажи, указать количество елей и их высоту. На одного гражданина выписываем не более трех штук. После чего мы даем реквизиты для оплаты. Человек идет, оплачивает и с оплаченной квитанцией приходит к нам для заключения договора купли-продажи. Выехать и срубить понравившееся дерево нужно в течение дня. Процедура, конечно, довольно долгая, но экономная. Средняя елка обойдется всего в 20 рублей. К тому же есть возможность выбрать лесную красавицу на свой вкус. Кстати, около ста елей сыктывкарцы уже срубили. Таисия Шляхтина, Олег Костромин, Телеканал Юрген, Сыктывкар.